Вам рассказать требования пожарной безопасности, провести обследование вашего дома. Вы топите чем? Очень холодно, печная. Буржуйка. С вашего разрешения мы пройдем, посмотрим на печь. Какие-то рекомендации вам дадим, расскажем. Рассказываем вам по поводу правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного оборудования. В правилах противопожарного режима у нас такие требования есть. Вы, как собственник домовладения, должны их соблюдать и выполнять. Не оставлять без присмотра топившуюся печь. Запрещается топить печь с открытой вот этой дверцей, которая у вас здесь есть. Из пожеланий, у вас здесь хранится газета, дрова, тоже топливо, запрещено хранить рядом с печью. Печь запрещено оставлять без присмотра, поручать надзор за печью детям. Запрещено хранить и сушить какие-либо вещи рядом с печью, на печи. Топить печь с открытой дверцей, то есть вот сейчас она у вас закрыта, в принципе, в таком же состоянии она не должна быть. Перед уходом вы должны убедиться, что зола, которая в топе печи находится, потушена. И отсутствует возможность выпадания ее за пределы печи и топочной местной. Вы используете это для приготовления печи? Это для печи, да, только для приготовления печи. Рассказываем по поводу газовых баллонов. Они должны быть в кожухе, либо в какой-то специальной конструкции, выполненной из несгораемых материалов. На входе в дом у вас должна быть табличка «Огнеопасные баллоны с газом». По вашей области, совместно с администрацией, казачьей, самодельной полицией и государственный пожарный обзор города Кахмана. Мы бы хотели с вашего разрешения пройти, посмотреть, чем вы топите дом. Используйте электронабилательные приборы, если у вас какие есть. Ну и если есть газобаллонное оборудование, то можно посмотреть, рассказать и так далее. Мы, насколько я знаю, у вас многодетная семья, мы вам принесли автономные дымовые пожарные извещатели. Они работают автономно, на батарейках, выставляют дым и сигнализируют в случае пожара его подошедшим. Мы можем сейчас вам не спросить и рассказать, что может работать. Пожарные подразделения прибыв на место, решение пожара уже забывали, знали, что на территории... А есть ли спечатанные инструкции, чтобы я могла... Мы вам сейчас дадим наглядную агитацию по пожарной безопасности. Там все это будет рассказано. Входим в дом, в домовладение, вывесить табличку «Неопасный газ». Возвещатели. Так как зачастую у нас пожары происходят в ночное время суток, этот прибор влавливает дым и сигнализирует находящийся в доме о произошедшем пожаре. Работает он на батарейках, автономно здесь и батарейки, и все есть. Супруг у вас, смотрю, есть, поэтому я думаю, он справится. Здесь в каждой комнате по одному датчику необходимо устанавливать, за исключением мокрых процессов, то есть ванны, комнаты, туалеты. Да, он занимался пожарной безопасностью устанавливать. Тем более он будет все устанавливать. В городе Краснодаре произошло 97 пожаров. Погибло 4 человека. Пострадало 8 человек. Основная масса пожаров, исходя из статистики, происходит в жилом секторе. По причине пожаров 20% происходит из-за перекала печи. Буквально сегодня на Рософской шоссе 13 километров произошел пожар. Причина пожара – перекал печи. Произошло разделение дымохода на стыках. Отсюда произошло возгорание чердачного перекрытия. На новогодние праздники в станице Елизаветинской люди отмечали праздник, топили баню, оставили печь без персмотра. В результате сгорела баня, людям испортили праздник. Слава Богу, что без погибших. Рейды проводим регулярно, совместно с администрацией, с казачеством, с сотрудниками полиции, с участковыми, с сотрудниками садоводческих товарищей. Рейды проводят при летнем пожароопасном периоде и при зиме, когда люди начинают пользоваться печным отоплением, используют регулярно электронагревательные приборы. Зачастую используют электронагревательные приборы кустарного производства, пользуются пораженными розетками, пораженными выключателями, выходят из дома, не обестачивают дома свои.